Председатель профсоюза защиты Эдуард Калиманов, уволенный со станции скорой помощи, в очередной раз напомнил о себе. Причем не один, а с группой поддержки. Сегодняшнее мероприятие посвящено нашей инициативе, совместной с фракцией КПРФ, а именно с Алексеем Масленкиным. Дело в том, что раньше в Трудовом кодексе существовали нормы, которые являлись гарантами безопасности представителей выбранных профсоюзных органов, лидеров профсоюза. Они были не так давно упразднены. Профсоюз выступает сам по себе. В том плане, он становится как буфером между работником и работодателем. Здесь получается таким образом, что работник становится менее защищенным по отношению к работодателю. Мы не поддерживаем какое-либо политическое движение, но в данном случае мы должны выступать все вместе и поддержать профсоюз защиты в их митинге, который сейчас проводится. Именно из-за отсутствия пункта об участии профсоюза в судьбе сотрудника Калиманов и остался без работы и теперь вынужден судиться с бывшим начальством. Было предварительное слушание. В ходе предварительного слушания были предоставлены все документы для суда для ознакомления. И ожидаем 14-го числа уже будет основное слушание, где будут проходить правильные стороны. Эдуард полон оптимизма. Считает, что судья согласится с его доводами. Однако одного положительного решения по его делу Калиманову мало. По его мнению, необходимо устранить несовершенство трудового кодекса. Иначе права работников так и будут нарушаться. Наталья Романова, Андрей Семивулков, РТВ Иваново.